кстати выскочил вопрос по этому поводу а десницкий андрей десницкий считает что ни один метод или способ толкования не дает нам уверенности в правильном понимании первоначального смысла писания мы можем только субъективно выбрать правильное мнение конечно однозначно согласен то есть те ну я не знаю пророки наши и провидции они же прозорливцы и верховные авторитеты которые утверждают вот читай ибо написано они занимаются профанацией утверждая единственность своего мнения как вот ортодоксально нерушимое или может быть все таки что-то дает им право вот есть какой-нибудь может быть метод я не знаю там хирургические препарирование текста о вот это именно он и есть и как думаешь и каждый каждый комментатор а начиная от ну там скажем того же шлама и цкаке раши это где-то 1048 год 11 век и до современных комментаторов каждый препарировал своими инструментами честно препарировал и честно порой приходил к разным выводам я представляю себе ибнезру который берется за голову но не могу я согласиться с раши ну не может не позволяет мне мои мозги да или при всем моем уважении к раши я не понимаю откуда он это взял или например родной внук раши который как бы как раз отказался отментироваться всем и комментировал чисто пшат постоянно спорит со своим дедом я хочу напомнить что пшат это буквально оттолкивание простой смысл и каждый каждый поэтому как бы те же мудрости сказали 70 лико футуру то есть и каждый уровень каждый уровень каждому человеку открывается открывается по-разному есть комментаторы которые везде видят мистику они комментаторы и пишутся для комментарии и пишутся для разных целей то есть например возьмем хорошо давай возьмем ситуацию Яков и Яков и Исак Яков и Исак папа его если если мы смотрим Якова и Исака как двух людей двух евреев то Яков конечно обманул Исака без вопросов без вопросов если это комментарий типологический и мы уже оппонируем с христианством и есть Яков который иудаизм и Исав который христианство и Исак который Авраам ну там условно то понятно что Яков не обманывал а как-то юридически хитро формулировал потому что вот этот типологический Яков он врать не может Я не знаю или уместен понятие социально-религиозный заказ по поводу тех или других комментариев мне кажется вот пшат-пшат ну хорошо бывает ложь ради святой цели или нет? ну в каких-то простых случаях можно привести пример что да то есть бывает ну мне например бы вполне устроил комментарий поступка Якова как солгал ну как бы для какой цели да потому что понимал что первородство ну это же не просто там двойная доля наследства это гораздо больше да да и понимаешь что оставлять как бы правительственную судьбу у своего народа правитель да в руках вот этого ну просто нельзя это когда мы с тобой два еврея разговариваем а когда ты на дискуссии со священником ну и для священника Яков это все что израильское а Исаф это то что вы с ним ассоциируете да то есть ну получается что евреи сразу все у христиан украли и так далее и так далее мы как бы воровали поэтому как бы ведь комментарии писались в разных политических ситуациях и и мышление комментаторов формировалось в разных политических ситуациях для кого-то есть тот ход что вот герой Торы он не может грешить в принципе не может и поэтому потому что он в этом смысле немножко бесчеловечен не немножко множко но есть комментаторы которые говорят герой Торы грешить не могут та же самая история с например с Шумель Барнахмани который говорит что тот кто сказал что Давид согрешил тот ошибается да или что сыновья или грешили тот ошибается то есть у него там очень много текстов где он говорит нельзя сказать что Давид согрешил с Батшебой нельзя сказать что сыновья или согрешили и тогда но у него все нельзя и он ничего не делал дурно и Соломон естественно ничего не делал дурно не знаю я думаю что это все таки маргинальная ветка в иудаизме которая ну уходит от вопроса ну просто потому что ну как бы неудобно на эту тему говорить вот с того что я вообще-то говоря встречал все признают что Давид в общем ну да неудобно ну да и я как ну да но не очень хорошо да собственно давай давай святую святых заглянем да Авраам отец веры а как там с Сарой он поступил неприятно поступил понимаешь это все не знаю мне кажется вот эта вот идеализация героев Торы это плевать против ветра или рубить сук на котором мы сидим на самом деле мы как бы идеализируя их уничижаем себя настолько что делаем вот это вот которое не за облаками как говорит писание и не за морем а вот рядом мы делаем для себя ну совершенно лузеров ну которые ничего не могут сами вот это вот фатализм я постоянно вот сейчас читаю Тору сейчас дочитал Тору сейчас читаем книгу судей а в книге судей тоже полно ну занимательнейших историй вот и мне постоянно пишут как вы можете такое про Авраама как вы можете такое про про великого нашего Якова как вы можете такое про и так далее то есть ну за что это объективно то что говорит это у тебя там праздную тоже что ли так мне хануку они поют на улице любим повеселиться особенно пожрать пончиков сувганет хоть бы не напились слава богу не пурим за окном то есть то есть последнее последнее вековье коммерторская традиция тщательно умиршляла героев Библии лишало их всего человеческого свадяйского реализаторства какого то и все они были святыми небожителями и которые не грешили не ошибались и это въелось в душу въелось в систему комментирования в систему понимания и что-то другое уже очень с большим трудом туда влезает наверное наверное но мне кажется это делает собственно как и отдельные ветки иудаизма так и христианство которое решило наследовать далеко не самое лучшее что есть в иудаизме он делает из него даже собственно и не веру даже не религию а какое то такое прокрустово ложе которое посмотрев так и сяк макнешь рукой думаешь да ну куда я со свиным рылом в кошерном свиным рылом вот в этот вот калашный пасхальный ряд с нашими героями веры мне например вот мне так представляется что ежели есть вот человек мяшура что называется простой человек да и ты хочешь сделать рассказать ему рассказать ему ну в общем то о боге ну не знаю о спасении да человек который наслышан вот об этой абсолютной недоступности это какой то оборотная сторона вот этого кальвинизма извращенного да вот вот все ничего от тебя ноль а все зависит типа как бы от него и все зависит от него ну так зачем он мне нужен вот мне бог который не дает мне даже право выбрать между ним живым и моим отношением героем Торы странно я вот смотрю вот на то что сейчас происходит в россии без политики ну вот ничего нельзя сказать ни по какому поводу ну то есть как бы вообще ничего то есть ну вот пацан по сравнению с тем что происходит мне остается выбор знаешь как ты помнишь да вот находили российской власти на выборы ну вот был один кандидат нерушевого блока коммунистов и беспартийных ты можешь его выбирать можешь не выбирать все равно явка будет 98 процентов то есть ну тут ну ведь это же не партийные выборы это же не выборы председателя Верховного Совета СССР вот мнение для меня так стало ну для меня цель вот моя цель как я делаю когда я рассказываю пересказываю писание для меня цель чтобы персонажи ожили вместе со всеми своими недостатками размышлениями ошибками почему он так сделал хотел как лучше и ошибся бывает бывает 100% сплошь или все случаи когда я как бы попадал в какие-то ситуации я хотел как лучше а получалось не так как лучше сколько раз это случалось у меня хотел думал что как бы сделаю правильно а сделал неправильно иногда как бы мы сейчас сидим и нам кажется что еще у нас такая иллюзия что все герои Библии читали Библию до конца они да и они знали чем все дело если бы он знал знали вообще Авраам знал знал вот он хитрее забыл он Исаака там принес он как бы заглянул в книгу послания к евреям опа говорит а ну-ка я сейчас прокачу ну оказывается ты конечно знал вот и поскольку они знали а когда ты не знал чем дело кончится когда ты не знал чем дело кончится вот тогда трудно было принимать решение и трудно было понимать чего тебя хочется и вышли то есть каждый раз когда ты говоришь это совершенно замечательная вещь ты хочешь оживить героя веры ты хочешь им придать человеческий статус конечно он человек да он человек я я думаю что называется христианин обыкновенный или бульгарный в хорошем смысле бульгарный это человек который вот наверное можно было бы определить хочет как лучше а получается ну как всегда ну и из-за вот нашей вот ну недостатка в кругозоре в силах возможностях разрыве между желаниями и возможностями и вместо того чтобы разочаровываться и в конечном итоге большинство махнут рукой на всю совершенно невозможность даже близко походить может быть следует приблизить к себе вот этих героев веры не унижая это совершенно не понебратство это совершенно не вот такое знаешь похлопывание по плечику там мне кажется наоборот вот оживить страницы Торы ну к сожалению это того что увы увы могут было такие « это верить ời нам все что не наоборот это вот я Продолжение следует...